Вот значит, ну и сёстры тоже самое. Так вот, я о чём хочу сказать. Что вот такие моменты, вот, ну, вообще, в эстраде, у музыкантов, у них есть такое понятие, как, например, группа на разогреве. Понимаете? То есть перед выступлением основного такого там продвинутого музыканта, популярного, выступает там артист или группа, ну, какие-то такие вот они, ну, не шивко, но она на разогреве. Как бы набирается опыта, как выступать, потому что аудитория, допустим, 10 человек одно, а если тысячные стадионы, это совсем другое, чтобы руки не тряслись и прочее, прочее. То есть так и здесь. И авторитет Игнат Тихонович непререкаем. Заменить его, конкретно его, Лапкина, мы никто не сможет, даже в мире. Не потому, что он такой избранный, а потому, что он один такой. Ну, каждый человек, это, как сказать, ну, он уникум, уникум. И его никто не может заменить, поэтому, а тем более знание его, и все. Ну, это просто человеку дано свыше, все мы это понимаем и все мы это видим. Но тут вот о чем дело. Я как-то случайно наткнулся, где-то уже не помню, сектанты. То есть как они работают, как они привлекают. То есть у них три момента присутствуют в любой, так сказать, проповеди с людьми, когда они разговаривают. Три момента. Это, во-первых, нагнать страху на человека. То есть, ну, сказать ему, что ты погибаешь безвозвратно, бесповоротно. Все. Второе. Показать, как выйти из этой ситуации. И третье. Это куда идти. То есть, ну, не в царстве, невеста, а кому... То есть, они говорят, ты погибаешь, спасение только во Христе Иисусе, допустим. Но, единственное правильное, это мы адвентисты, там, баптисты и прочее, прочее. То есть, вот три стадии, они везде. У всех сектантов. Ну, это интернет, там всего можно налить. Так вот, Игнатий Тихонович, обращаемся к вам, как к нашему наставнику, что у вас опыт богатейший. То есть, давно как-то, года три или четыре назад уже было такое, вроде бы, попытка, я уже не помню, кто говорил, чтобы... Ой, были послания апостолов или что-то. Ну, давайте назовем это посланием нам, Игнатия Тихоновича. То есть, что человеку делать, окажись, он один... То есть, путь человека короток, 70-80 лет, осталось, вот, вилка, 10 лет у человека, у любого, у нас, правильно? Ну, это бог так установил, и уж тут на всю его волю, вот. То есть, ну, опыта не пререкаем. То есть, это понятно, что лучше пробовать это рассказать о себе. То есть, я был таким, я вот на работе разговаривал, они говорят, а ты правда там раньше это было и неоднократно, и много, и до ужаснейшего состояния и прочее. А сейчас этого нету, и мне не надо, и прочее. Ну, вот, не верят. Да ну, быть не может. Я говорю, ну, не веришь, проверь. Проверь. Там, ну, узнай как-то, и вот, о чем говорю. Еще, то есть, чтобы нам, как бы, ну, как бы, ну, конспект, или путь, или послание, или как-то. Я не знаю, как это обозвать, но, ну, я думаю, что это нужно, потому что вот здесь занятия не каждый посылает, посещает. Вот сейчас вот после службы они будут, да? То есть, но, и мы не знаем, как наше слово отзовется, во-первых, в людях. То есть, ну, самое главное, ну, это по моему мнению, если человек или даже против тебя начинает выступать, или за тебя, то есть, слово попало в точку. Если он остался безучастным, значит, мимо куда-то в молоко ты попал, да? Вот я, я просто на своем примере, я там попал в такую, там, ситуацию, родственник, близкий, и я попал в точку, как бы, бойся Господа, удаляйся от зла. Это будет здравием для тела своего. То есть, у него, ну, проблемы со здоровьем. Я попал в точку, сейчас я злейший враг для всех тех родственников, и прочее, и прочее. Меня закрыли в интернете, ну, это все мелочи, это все уйдет. Но, как в нее попасть в эту точку? Вы понимаете, я-то мог просто, ну, вот, вот пришли мне на ум эти стихи, и я знаю ее состояние, этого человека, и их набрал ей по интернету, отправил поздравление с Рождеством. А сейчас я, ну, как, закрыли меня в черном списке у них. Вот, значит, вот просто просьба такая, ну, ну, что нам делать? Вот, как вы говорите, да, вот сейчас я сам ходил напробовать, пусть немного там, ну, когда массовый выезд был. И, действительно, идешь во двор, и не знаешь, что там будет, ждет тебя, собака ли, стакан ли с молоком, или просто мужик пьяный, который так это посмотрит, вот так скрутит это Евангелие, и там бросит, мы не знаем. И, как, ну, с чего начать-то, ну, ну, как сказать, ну, о Боге, тем более, просто заговорить с человеком, я могу, запросто, с любым. У меня опыт быть руководителем большой, я всю жизнь на руководящих должностях был. Но, о Боге-то не каждому скажешь, что ты встретишь, вилы в бок, или пряник, я не знаю, то есть, ну, у вас-то опыт Божий, Игнать Тихонович. Ну, Христа ради, не бросайте нас раньше времени. Да, аминь. 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 Поясню. Молодец. Видите, опыт, который есть у баптистов, у пиесятиков, у адвентистов, это все хорошие опыты. Опыт евангелизации населения, но мы этим путем не можем пойти. Вот и дело. У нас самое главное препятствие в проповеди, что мы православные. Я не могу образовывать никакие общины, я зову только к церкви. А в церкви их сразу глушат, как будто они никогда ничего не слышали. Значит, первая задача у нас, увидеть людей и сказать, что пришли навстречу. Ну, в каждом доме, я могу говорить, но это один дом, два человека. Но мне надо собрать село, а село бывает, как Павла, 20 тысяч человек. Ясно дело, что двумя человеками не обойдешься. Поэтому на один дом мы тратим вместе с переходом в следующий дом, ну, максимально две минуты. Мы успеваем сказать, а кто вы такие? Значит, мы включаем, кто мы такие? Мы православные христиане, из поселка Потеряев, командовского района. То есть я сразу должен вызвать доверие. У нас сегодня встреча с вашим населением, в три часа в Доме культуры или... То есть сказать где? Мы православные христиане. Так, у вас Евангелие есть дома? Еще успеваю спросить. Как человек реагирует? Принимает он, не принимает? Ну, я еще толком, даже не успею понять. Бывает, еще нам не надо, идите отсюда, ходите, разное тут. Ну, все тут понятно, что я ушел, и все. Евангелие ваше не нужно. А бывает, человек согласен, начинает вопрос. Я отвечаю, держу, уже три минуты прошло, я уже не могу больше. Нет, подожди, у меня еще вопрос. У меня сын, у меня ладно, вот сын запился. Я отвечу, все, там, когда туда придете. Ваптисты как они? Громкоговоритель, дальше хор, и они начинают там представление давать. Мы этого ничего не можем. Апостолы нигде не пели, нигде хоры не составляли, ничего не было. Они шли и свидетельствовали, как вот Евангелие встретился и начал говорить о Христе. Мы им рассказываем, но мы обязательно должны рассказать, где мы и что и как. Мы должны показать на собственном опыте. Вот сказал сейчас братник, это именно так. Апостол только в деяниях три раза пересказывает в разных местах. Это написано три, он, может быть, 303 раза сказал, как он пришел к Богу. Каким он был. Сектанты все время, я был наркоман, или я был такой-то, а потом я как-то уверовал, я обратил. Все одинаково, все. Но это путь, путь живой веры. Люди, которые приходят, не пережили это, они рассказать не могут. А себе они ничего не могут сказать. Почему? Они страшно завидуют, а что ты о себе говоришь, это надо говорить только о Христе. Да как ты понимаешь о Христе-то? Но Христос пришел, умер, все кончилось. Я этим людям, которые говорят, давайте только о Христе говорить. Вы неправильно говорите, это Никитина Женя. Умничает. Я говорю, а как ты бы хотел, чтобы сказать? Ну не так как-то. Ну я согласен, не так. Ну как? Вот проповедь Златоуста сегодня в храме считали. И он говорил сегодня о гневе. И он там о Христе почти не говорит. Он просто местописание показывает, как от гнева. Вот тот-то погиб, там брат убил Каина Авеля. Так о Христе он говорил. Нет, не о Христе, но все подвел к тому же. Другая проповедь Златоуста считает. Он на то время говорил о пьянстве. Да самая тема сегодня говорит-то. Так он, Златоуста, у тебя не учился разве? А ведь можно подумать, что он неправильный ученик был. Но пьянство-то потому, что Христа не встретил. Ты выверни, она не понимает. Ну написано, я пришел к вам, ничего не знаю, чем кроме Христа распятого. Правильно такое и есть. Но в это-то включается все. Твое рождение, твоя смерть, государство, империя. Все в это. И вот это что у нас в государстве, я должен коснуться и это. Вопросы-то идут у людей. Почему вот такое, как вы считаете, я должен и из каждой позиции вывернуть ко Христу? Конечно, это опыт. У меня не сотня, а тысячи бесед. Каждый год мы ездили бесплатный билет. Это Киргизия, Ташкент, Каспийское море. Дальше переезжаем Грузия, Молдавия, Эстония, Латвия. Это все в один конец мы едем. А теперь оттуда поворачиваем домой. На мостопоезде работали бесплатные билеты. И дня не было. Вот только Валя Барышникова, она знает была. Как мы дорогой ехали, свидетельствовали. Ты же знаешь? Она знает. Она один раз удивила нас. Я сказал, в дороге мы как дома живем? Хлеб, все. И один пряник пополам. Пряник на два раза. И они где-то в Тури или где-то пряник принесли. Вот такой пряник, больше батонатый. Ну и пополам. Тогда они в пряниках... Ну вы же говорили, я понял. Вот я это не знал. Тут они меня поймали. Они пришли, там с Галей глоткими были. Пришли, что-то у них там еще на бороде висело. Я сразу сказал, а как вы узнали, что мы ели? Да вы не опёрлись даже. Вот это. Ну торт или что там нашли. И мы все время свидетельствовали и днем, и ночью. На корабле, на поезде, где бы мы ни были. Конечно, это опыт. Ситуация никогда повторяться не может. Никогда. И когда вот со мной люди ездили, они... А ты знал, как будет? Да я не знал, кто люди будут. Бывает, самый, кто больше всего противился, он будет тебя защищать и больше всех помогать. Даже вот такие вот случаи были. Вызывает милицию, а милиция рядом села, и которая призвала, она его говорит, сядь, а то я тебе сейчас заберу. Не мешай. А вот тогда давай меня угощать, ты уже устал, на выпей боржоми там или что-то. Гонитель главный. Это Бог так делает. Конечно. В общем-то, структура у нас есть какая. Собрать людей. Но мы уезжаем. У нас главное сегодня, это библиотека книги. В каждом доме мы указываем, где. Мы уезжаем, а они там остаются книги. Я оставляю там книги на немецком языке, Новый Завет, на английско-русском языке. То есть там очень богатый материал. Мы приезжаем вооруженные тысячекратно больше, чем апостолы. У них ничего с собой не было. А мы в каждый дом заносим, дарим Евангелие. Кто приходит, Новый Завет и дарим. И если нет, ну люди спрашивают, где исповедоваться. Рядом районный центр. Мы отсылаем московскую патриархию. Мы по-другому нигде не можем. А Попа узнал, кто Лапкин был. Да это еретик, да не слушайте его, Евангелие сожгите. Понимаете, мы в невыносимых условиях трудимся. Но я делаю перед Богом. И каждый ответит за свое. На них сейчас гонение. Это тоже не случайно. Сейчас там молитва дошла. Теперь они будут искать уже не пятый угол, а двадцать пятый. Прямо кидаются на попов и убивают. По воротнику полоснули. По воротнику сейчас в реанимации лежит. Воротник голову не дали отрезать. В храмы приходят, в алтарях мочатся. Что попало делают. Это за ними очень мощная такая организация стоит. Я слышал выступление Александра Девзорова. Слышали такого? Кублицистом, кино там ставил. И он где говорит. В общем-то он говорит то, что есть. Но все искажено, вывернуто. Вы знаете, Бог христианский что требует? Он требует, да разобьет младенцев о камень. Вы к кому идете? Он не говорит, что это еврейские псалмы. Он гонит на православие. Волну-то эту. Он бы сказал, и у евреев это написано в 136-м псалме. Он слово еврея не поминает. А если бы он начал говорить эти псалмы к нам, он бы сказал, но в Новом Завете это понимается. Это наши мысли дурные, а камень веры разбивается. Но он-то ничего не говорит. Вот это христиане. Так они у нас всех младенцев перебьют. Да не перебьют, вы их уже задавили в очлеве. Им убивать-то некого уже. Но он-то говорит на весь экран, а я-то перед вами раздаряюсь тут. Три бабушки. Поэтому мы пока по-другому не можем. Мы думали, как-никак, себе мы звать не можем. Это даже здесь запрещено. Дать больше мы ничего не можем. Поэтому дарим, дарим и дарим и дарим. Есть люди настолько расположенные. Ну, видят, какие одеты. Один мужик высошел костюм. Ну, наденьте, как-то вы одеты-то так. Ну, возьмите. Другой продукты даст. Рубль какой-то суют. Вы такую даль ехали. Понимают люди. Где вы были, почему не было. Тут какие-то йога выходили уже. Там баптисты на остановке поют каждое воскресенье. На остановке прям стоят и поют. Там муж, жена и ребятишки. И люди слушают. И они их к себе привлекают. А теперь. А кого вы привлекали? А сколько людей обратилось? Я на все отвечаю не знаю. И меня Бог не послал обращать, а послал свидетельствовать. И это будет для свидетельства. Зовите на брачный пир. Мы зовем ко Христу. Они не идут. Голову прохолотили, проломили. Это Господь посылает других. Нигде не написано мне, чтобы я их обращал. Потому что насаждающий, поливающий, ничто. Меня Бог дал определение. Нуль. Ничто. Пустота. Но Бог. Вот человек, которому я даже ничего не посылал. Ему дают одну мою кассету. А она там затерта, переписанная. Ну он уже там с пятая на десятая слушает. И он говорит, кто это говорит так? Других собирает вокруг. А потом, потом он все-таки нашел где-то телефон, звонит и услышал. Говорит, голос-то похожий ваш за тот, который на пленке. А теперь приезжает в прошлом году и принимает крещение. Вот он был здесь, Михаил. Теперь Тау. Она соседней Капнина была. Откуда я знал, что ровно через 18 лет заговорит? А вот заговорила. А сколько таких, которые не знают? Мне звонит один в Испанию. Я дьякон, я уже совсем к баптистам ушел. Но попало тут ваше что-то там говорит. Я сразу вернулся и понял, это не церковь оказывается. Вот и все. И уже отец Арсений остался здесь. Мы не можем сегодня подсчитывать результаты. Мне никто не дал этого права. Тем более, которые пришли, они могут завтра уйти. Они кричат сегодня осанна, а завтра распни. Я все принимаю. Но вы сами-то смотрите. У меня не было учителей. И мне отец Геннадий говорит, плохо, у вас не было наставника, вы росли как дичок. Я говорю, это мое преимущество перед вами. Никто душу мою не уродовал. Я воспитывался на коленях перед Богом, чтобы встать во весь рост и пойти к людям. Правильно, я проповедовал уже спустя неполно четыре месяца у баптистов. Я другого не знал, но я баптистом не был. Живя у них, я тайно под одеялом каждый раз крестился. И молитва матери, мать верующая была, приехала туда. И меня Бог сохранил. Я не увлекся их не церковностью, но доброе все принимал и принимаю. Поэтому, когда нас называют протестанты, в этом есть доля истины. Не надо опровергать. Да, мы православные протестанты, вполне подходят. Так вы как адвентисты. Да, мы православные адвентисты. Мы любим пришествие Христова, адвентус. Мы соблюдаем Новозаветию в субботу, то есть воскресенье у нас никто не работает. И вы до себя возьмите. Никогда нигде не работайте. Перемените работу. Никогда нигде воскресенье не посвящайте чему-то другому. Для меня это ясно было в один день, когда я обратился к Богу. Ты можешь сделать, как Серафим Саровский говорит, поднатужься. Опыт только ездить. Я тебе рассказал, а ну я сейчас пойду. Я вам все время рассказываю. А вы внимайте. Такой маленький рассказик есть. Один говорит, ну а как вы захочете, чтобы человека тронуть? Ну я прямо говорю, что приготовьте к смерти и суд божий будет. О, это здорово будет. Ну и где-то пошел в другую деревню, а там кто-то догнал эти реки. Ну садись под мизон, с чего же начать-то? Ну и сидит. И сразу, еще одну-то, скоро к деревне подъедем. Мне нехто много раз и спрашивать мужика. Ты к смерти-то готов? Мужик думает, вот это я посадил его. Он мужик потихоньку свое пузовище достал. Как дал ему, тот упал. С телеги-то, а тот понужил, тот встал. Слава тебе, Господи, за имя твое святое пострадал. Так еще надо разобрать, правильно ли ты сказал. К смерти-то готовится. Я слышал, у нас один брат был в доме инвалидов. Вот он стоит. И он говорит, вы вот сейчас не слушайте меня, а сейчас пожар будет, вы вниз все на карачках поползете, спасаться будете. Вы сгорите здесь. Ну и правда, он навел на них страх. Может быть так и надо. Я свидетель стоял рядом. Ну, маленько-то надо опыта-опыта приглядывать себе, чтобы оно в разуме это не входило. Я говорю, как вы маленькие, такие случаи. Батюшка православный познакомился с сенсом, а сенс говорит, у тебя как исповедуется. Я пришел, говорит, один на другого лезет, что она исповедуется-то, как? Она же никогда не расскажет, а у вас как? А мы, говорит, тщательно разбираем. У меня такая, говорит, удочка одна. И удочка решетчатая. Я там сижу, человек походит на коленях, она меня не видит, я-то в темноте. А она-то во свете, я вижу, что это. И она спрашивает. А я отвечаю. Я спрашиваю, она отвечает. Ну, тогда я говорю, какая пятимья? Батюшка говорит, вот это да. А я-то никогда так не делал. Надо, он говорит, узнать корень греха откуда, подробности-то где. Я спрашиваю, с кем ты служанка была, как хозяин тебе, сын ли приставал тебе, как? Ну, батюшка понял все. Ну, понял, нельзя трапоретно понимать. Ты к нему на исповедь одна пришла, батюшка, я грешная. А в чем грешная? Она туда-сюда, конкретно ей говори, какую заповедь нарушила, она ни одной заповеди знает. Да своровала я. А где ж работаешь? Да вот помещика вот его. Да к чему ж там воровать-то там? Часы своровала. Часы своровала. Да как же ты могла их утащить-то? А сколько уже у них часов-то? Они заметили? Заметили. Там, говорит, двое часов, говорит. Одни стены, около стены стоят, высотой выше меня ростом, а другие карманные. Чтобы вынес, я проглотил. Он говорит, а какие я проглотила? Какие часы-то, которые у стены стоят? То есть, ну, надо еще, ну, тут маленько-то приложил ума-то. Рископ, он умел это все показать, конечно. В любом деле, ну, как грамоте еще и разум приложи, как оно будет выглядеть. А я скажу так, а мне вот так, а вот так. Ай-ай-ай, не пойдет туда. В первую очередь, надо ли говорить, надо ли отвечать. А второе, как отвечать? Запомните очень хорошо, верующие никогда не спорят. Как нет? Никогда верующие возвещают. С ним спорят. Написано, и спорили, парисейцы с учениками Христовыми. Но ученики не спорили. Спорили со Христом, но Христос не... Пусть смотрите слово спорил, зарядите в гугл или где там поисковую систему. Никогда верующий не спорит. Почему? Я знаю истину. А что ты молчишь? Я уже сказал, а вы не приняли. Мне больше не положено говорить. Вот теперь разбираю ему, снова повтор даю, то же самое где-то. Никогда не спорь. Я могу доказать в частном разговоре. Под вопросы, кроме вопросов. А спорить нельзя. Зачем спорить? А я в это не верю. Проси. С Богом. Я ушел. Просто и понятно. Так что я согласен. Мне не раз говорили. Напишите в книге. Это у меня все написано. Начиная с первого тома, открытым оком. В этих книгах. Как именно начинать беседу? На какие вопросы? Это не худо-бедно. Я отвечаю на 4124 вопросов. На иной вопрос больше 10 страниц. Более подробно никто даже не ответит никогда. Там все. Я разбираю вопросы, ответы патриарха, Андреана Старообрященского, Амвросия, Козлова. Там показано, как отвечать на эти вопросы. Я показал. Я больше не могу. Мне просто не дано. Это потолок, на который я уже выше не могу залезти. Я ответил. Так. Ко мне личные вопросы есть? Поблагодарим Бога. Можно? Вы только не торопитесь уходить. По благовестию у меня объявление такое. Вот машину приобрели, а Игнат Тихонович еще говорил, надо бы нам 30 тысяч новых заветов гигиеновских. Нет, Евангелие. А Новых Заветов 3 тысячи 5 тысячи. Ну, 3-5 тысячи, да? Новых Заветов. А Евангелие от Иоанна, которое 30-50 тысяч примерно. Ну, в любом случае, я-то перепутал, конечно, все. Надеюсь, в 10 раз увеличил. Игнат Тихонович сказал, 3-5 тысячи, я сказал, 30 тысяч. Ну, я с гигиеновцами общаюсь, они меня уже зовут в Братцевых вступить, там, я уж не знаю, там уставы, не уставы их. Вопрос в следующем, что, в принципе, я не готовы предоставить их. Они говорят, мы даже под вас можем контейнер выслать. Ну, я-то сказал, 30 тысяч, я ошибся. Там и Раду будет только. Раду. Ну, говорит, 30 тысяча там многовато. Ну, там они суммы выставляют определенные. Суммы выставляют. Ну, я говорю, а как раз со всякими ухищрениями уже, несколько месяцев с ними веду переговоры, без суммы не обойтись. Я говорю, ну, мы оптом, если уж 30 тысяч берем, давайте как-то мы с вами. Ну, вот они сейчас думают, поэтому я прошу помолиться, вот об этом деле, чтобы, ну, 3-5 тысяч, я думаю, они нам дадут. Ну, опять же, на молитве это основано должно быть. У них правило, что не давать православным. Да, вот у них вот эта трудность, что не давать православным, а я православный, они говорят, да ты не православный, то есть я у них не православный, я говорю, да я с бородой в рясе, нет, ты не православный, даже геденовцы не считают меня за православного, поэтому зовут. Но они как дают бесплатно, которое в их обществе, и работает конкретно по гостиницам, по больницам, а что сверх этого они сами покупают. Да, то есть если я, они мне говорят, мы тебе дадим хоть 30 тысяч, первое условие, вступи в наши ряды, у меня уже заявление несколько бланков, я вот уже прочитал их встать. Это не церковь, запомните. Не церковь, просто общество, которое объединилось для раздачи новых заветов, все. Ну а почему не вступить? Там написано, чтобы быть геденовцем, надо кратко веровать во Святую Троицу, в Господа Иисуса Христа, в озеро Огненное, и еще что-то такое, что в принципе, ну я говорю, я верую, а ты веруешь в озеро Огненное? А мне Максим говорит, я говорю, верую в озеро Огненное, то есть все, ты геденовец, что ж ты до сих пор не геденовец? Я говорю, а теперь вступить, второе, для личного служения, если ты берешь, денежки принеси, 10 рублей за Новый Завет, и пожалуйста, бери, вот. Вот такое условие. Ну в принципе, я говорю, ну а 30 тысяч, если я возьму? Ну принеси 300 тысяч. Я говорю, ну а вы скидку сделайте, я уж начал торговаться. Он говорит, вот свежись, по-моему, Сергей Кириллович, я вот забыл, я Алестину Пантелеевну спросил, они два брата, один руководит обществом ЕХБ, всех Б, руководителя, а второй его брат занимается вот именно геденовским вот этим служением. Так, перед переносом, скажи, не Новая Завета, Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, а Нового Завета даже, тут 3 тысячи достаточно было бы. Ну все. Евангелие от Иоанна они даром дадут. Вот это нужно 30-50 тысяч. Но это не к ним, по Иоанну. Так, накажи немым, чтобы в следующее воскресенье порезанные принесли эти картонки или вернули однам другим, а им больше никогда не дадут. Поэтому, сестры, прошу помолиться, первое, надо ли мне с ними вступать в это общество, я сказал, до Пасхи я вам постараюсь ответ дать. Грех, не грех, но я греха не вижу там. Нет, греха там никакого нет. Вот, просто официально, говорит, мы не можем устав свой нарушать. Американцы его составили, там у них есть ответственные. Но мы будем тебе давать, а мы же должны отчитываться. Да, я с вами же отчитываю. Хочет сказать, посмотри. Нет, я хочу сделать объявление. С понедельника по пятницу по телеканалу «Культура» в 6 часов вечера будет демонстрироваться документальный фильм по истории православия. Поэтому, посмотрите, с понедельника по пятницу в 5 дней в 6 часов вечера по телеканалу «Культура». Я Игнатию Тихоновичу это объявление дала. Строчная седмица, телевизор выключен. Телевизор выключен. Вот и так. Так, потеряю, кто думает ехать, хотя бы в среду мне уже звоните. Не по мобильному, а по сатанам. Если вопросов нет, мы поблагодарим. Вот Сережа, что она там хочет сказать. Я хочу поблагодарить за молитву. Я просил молиться о том, чтобы мне права восстановили. И ВТД, там были проблемы с медкомиссией, не давали. Все разрешено, права получил. Лежат книги, кто участвовал в помощи по изданию Нового Завета, а остальное-то там почти никто не участвовал. Это я доставал в других местах. К 10 июня, к моему дню рождения, выберите, кому сколько надо. Из любой книги, вот сколько надо, хоть все. В эту сумму. С 10 июня, кто бы ни был, сколько бы ни давал, только покупать. Я объясняю еще раз, повторяю и повторяю. Так, там лежали книги Нового Завета. Первый, второй, третий том. И вдруг я захожу, три пачки исчезли. Кто брал? Я взял. Сколько взял? Один комплект. Три. А где Галина Николаевна тебе зафиксировала? Нет. А ее не было тогда, я сейчас скажу. А подошел сюда к тебе и сказал? Еще не успел. Ну все уже и забыл. Я говорил, что Галина Николаевна, где она у меня? Вот она. Вот она. Вот она поставлена над книгами. Я только на контроле держу. Взял, ей подойди и трехтомник обязательно показать, что не было два вторых или два первых. Кто еще брал без разрешения? Там лежало, кажется, три комплекта или что? Я положил новые. Нет, два комплекта. Два лежала, два лежала. Два лежала? В прошлую субботу два комплекта лежала. И вдруг они исчезли, никто не говорит, кто взял. Не говорят. Второй. Нет, это уже на технику принес. Ну, видите, как-то, я не могу еще сказать. Просто надо соблюдать тот порядок. Я на контроле держу. Она, вот ты берешь бесплатно, можно зафиксировать. Я какую неделю? Какую-то долю до этого. А те, которые я брала, раньше брала? Нет. Эти все тоже. Ну, я давно брала. А это в прошлую субботу были. То есть это туда нет? Нет, нет. В прошлую субботу я не езжу. Так, не забывайте, на лето... Почему я езжу? На лето. Нам потребуются средства для благовестия. Я думаю, мы средства эти ведем через Милу Степановну. Ты отдельно там для этого держи. Или кто она занимается на благовестие? На кого средства? На тебя? Вот. Это... Если мы сейчас все приобретем, это бензин. И кто будет от работы, работает в это время. Но неделю и так проработает. А больше скажет, а мне жить нечем там. Значит, ему надо заплатить. Ну, конечно, надо понимать, что с бабушек пенсия это все остановится. Я не получаю. То есть ничего не надо. У меня пенсия идет. Чтобы пенсия была солиднее, я бывает 2-3 месяца не получаю. Прихожу и сразу много. А так сейчас уже 5 тысяч с чем-то. Так. Я хотел еще ходил. Хотелось поблагодарить за молитвы, кто молился. В общем, дом практически доделан. Внутренняя отделка.